Ну, во-первых, хочу поздравить Тулу с победой Арсенал. Я думаю, что первый тайм, то, что мы ожидали такой игры со стороны Арсенала, та установка, которая была в первом тайме, к сожалению, мы ее не выполнили. С первых минут мы должны были играть так, как, например, во втором тайме ребята вышли. Ну и гол, который пропустили, конечно, ряд ошибок тактических. Преимущество было в первом тайме на стороне Арсенала. Они более агрессивные были. Плюс сама атмосфера подсказывала им, чтобы агрессивно дома играть с болельщиками, и которые очень дружно поддерживали команду. Но во втором тайме, к сожалению, быстрый гол в начале игры. Она как-то немножко сломала, но, несмотря на это, мы все-таки смогли переломить исход встречи и навязать борьбу на половине поля соперника. Можно сказать, подходы были, но до завершения мы не смогли довести. В целом, еще раз поздравляю Арсенал с победой. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, ваш вопрос называйте себя. Кто первый? Вопрос за Мария Михайловича. Дмитрий Сергеевич. Мария Михайлович, Сергей, с выходом Ольдаром Низамудину показал, что Енисей более активно заиграл в атаке. Не возникло мысли, что, может быть, Ольдар с первых минут был более активно, помог бы Енисееву впереди? Ну, я с вами согласен. С выходом Низамудинова именно вот агрессивно стали играть, и вот этот переломили исход встречи. Ну, может быть, стоило и Ольдаров поставить состав. Я принял такое решение с первых минут. Еще раз повторюсь. Да, мы испытываем проблемы с составом. Есть у нас травмированные игроки с прошлогодним годом, если посмотреть. Плюс те игроки, которые покинули команду, можно сказать, для нас это ощутимо. Лидеры команды были, но не смогли усилиться так, как мы хотели. Будем готовиться к домашней игре. Пожалуйста, следующий вопрос. Юрий Турский, расскажите, пожалуйста, чем вы рассчитывали победить Арсенал? Чем рассчитывали? Агрессивной игрой, агрессивной игрой. И, конечно, в первую очередь те ошибки, которые, к сожалению, в последних турах мы допускаем в обороне. Хотелось бы, чтобы в этой игре не допустили, но, к сожалению, опять-таки проблемы, они остаются. Я имею в виду именно линию защиты. И в этой игре, вот этот первый мяч пропущенный, который мы пропустили. Слишком на дистанции играли со своими игроками. Ну, как обычно, чтобы не допускать грубые ошибки и агрессивно играть впереди. То, что было, например, во втором тайме, то, что я говорил, все-таки мы смогли переломить исход встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.